Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги! Сегодня рассказ по теме, которую давно просили. Отдельно рассказать о венканалах и дымоходах вкладки из газобетона. Расскажу с большим удовольствием. Сначала, прежде чем говорить о частностях, скажем об общем. Вообще, инженерные разводки в стенах можно разделить на две основные группы. Это горизонтальные штрабы, электрика, водопровод, канализация, завидка воздуховоды. Ими можно сильно ослабить кладку. Есть способы. И о них мы сегодня не будем. И вертикальные каналы. О вертикальных мы поговорим именно сегодня. Вентиляция, дымоходы и все остальное меньшего сечения. Меньшего сечения отдельно затрагивать не будем, поскольку, на мой взгляд, и так все очевидно. Пару слов скажу. А вентиляцию и дымоходы разберем подробно. Итак. Вертикальные каналы. Стояки инженерных систем. Канализация, водопровод, теплоноситель, жидкостное отопление. Совершенно очевидно, что под них кирпичные вставки в газобетонную кладку не нужны. Канализацию мы тянем просто в вертикальной штрабе в газобетонной кладке. Водопровод точно так же. Либо вдоль стены, либо в стене заштрабливаемся. Также трубы с теплоносителем. Тоже либо вдоль стены, либо заштрабливаются в стену. Вентканалы и дымоходы по инерции, по традиции, продолжают достаточно часто делать в кирпичных вставках, либо в отдельных вентблоках, либо дымоходах сборных. Вентканалы Сначала немножко о вентканалах. Вентканалы это такие дырки вертикальные, протяженные в стене, отверстия, каналы, собственно, в которых возникает ток воздуха. Есть ток воздуха, значит есть разрежение. За счет этого они и работают. Сначала разрежение возникает над верхним обрезом. Там аэростатическая за счет разницы температур, либо просто за счет разницы высот. Потом, по мере возникновения тока, разрежение возникает за счет того, что ток есть, закон аэродинамики, движущиеся газы оказывают меньшее давление на стенки сосуды, чем неподвижные с тем же статическим давлением. Разрежение вызывает подсос воздуха в тело канала, либо через специальные приточные отверстия воздухозаборные, либо, вернее, не либо, а параллельно с этим. Разрежение через всю толщу кладки может приводить к притоку по телу кладки. И вот, собственно, иллюстрация. Это брандмаверные стены в Питере, не оштукатуренная кирпичная кладка, на которой вентканалы явным образом выделяются. Вентканалы – это области, где происходит активная инфильтрация воздуха через толщу кладки. За счет того, что перепад давлений по обе стороны не толстой стены, в стенке вентканала, расположенной в наружной стене, перепад давления сравнительно высок, а инфильтрация сравнительно высока. Соответственно, она столь высока, что с давних пор, еще с конца XIX века, эти участки, на правой фотографии, видимо, отдельно штукатурили. То есть, если потратить денег на оштукатуривание всей стены могли пожадничать, то на оштукатуривание блоков с дымоходами и с вентканалами денег жалели реже. Поэтому достаточно многие брандмаверные стены на дворовых фасадах имеют штукатурку локальную по зонам вентканалов. Соответственно, в современных условиях полнотелый кирпич сменился щелевым, а затем и порезованным камнем керамическим. Кладка толщиной в 2,5 кирпича сменилась кладкой толщиной максимум в 1,5. Кладочные растворы потеряли известь за последние 100 лет. Теперь известковых растворов практически нет, есть цементно-песчаные. Высохшие цементно-песчаные растворы обладают сравнительно высокой воздухопроницаемостью. Это привело к тому, что кирпичные вентканалы и дымоходы практически всегда нужно гильзовать. Если мы хотим по-честному получить их работу, полезно вставлять в них гильзы. Потому что иначе инфильтрация по телу кладки будет высока. А если мы вставляем гильзу, то зачем нам в газобетонной стене кирпичная вставка загильзованная? А вот образец нелепости это левая фотография, где внутри газобетонной стены сделана кирпичная вставка, которая все равно гильзуется. Гильзовать полезно, делать кирпичную вставку не полезно. Как надо делать вентканалы в газобетонных стенах? Непосредственно в теле газобетонной кладки. Собственно, основных способов всего четыре. Три из них проиллюстрирую, четвертый опишу просто словесно. Самый простой способ, самый очевидный, это сверлить блоки кустарно. Для этого подходит банальный ледовый бур, самодельное сверло-перо, буровая коронка, коих сейчас очень много в продаже по невысоким ценам. Получаем примерно вот такого вида канала, который можно гильзовать, а можно не гильзовать. Они и так будут заведомо плотнее и герметичнее, чем большинство современных кирпичных. Второй способ, выложить канаву в основной стене из перегородочных блоков. Вот он проиллюстрирован чертежиком. Видим, да? Вот. Перегородочные блоки, можно сотые, можно 150-е, можно 75-е. Выкладываем отдельные каналы. Трудоемкость меньше, чем при работе с кирпичом. Герметичность не меньше, чем при работе с кирпичом. Вероятно, даже больше. Следующий вариант. Купить готовые О-блоки. О-блоки получили достаточно широкое распространение на территориях, где высока сейсмическая активность. Турция, юг Франции, юг Штатов. Места, где они применяются с давних пор. Израиль. У нас в сейсмике пока никто не производит О-блоки, поскольку противосейсмические мероприятия, прописанные и разрешенные, не содержит технологии устройства противосейсмических колонн, гибких, в теле пустот, замкнутых. Там должна быть возможность после заливки бетона убрать опалубку и посмотреть, насколько плотно мы его залили. Но для вентиляции вполне подходит. В России производители у блоков уже не менее двух. Четвертый вариант вент-канала выполнить просто в готовой кладке вертикальные штрабы под воздуховоды прямоугольного сечения. Самый типовой современный воздуховод это 60 на 120 мм. Штраба под него в готовой кладке выбирается достаточно просто. Гильзовать ли варианты по пункту 1.3? Это вопрос дискуссионный. В любом случае воздухопроницаемость не будет выше, чем в современных кирпичных вент-каналах. Нужно гильзовать? Не нужно? Я рекомендую. Гильзование не очень дорогой процесс, который однозначно устраняет воздухопроницаемость в ноль. Дымоходы. Что такое дымоход? Дымоход это вент-канал, в котором выше тяга и выше температура. Там жарко, быстро, но по сути это та же самая труба в стене. Делать дымоходы в толще кирпичных ставок, я считаю, не нужно, не полезно. Использовать готовые блоки для дымоходов бывает оправданно. Подробнее чуть об этом. То есть сделать дымоходы можно теми же самыми четырьмя способами, что и вент-каналы. Простые технологии. Либо сверленные блоки, либо каналы, выложенные перегородочными блоками в толще основной стены, либо использование готовых заводской готовности О-блоков. Вот три основных способа. Четвертый способ, это вставка готового, в готовой стене прорезка штрабы. Уже не так просто, как подвоздуховод 60 на 120. Здесь нужно будет делать полноценную штрабу, не менее чем 150 на 150, чтобы вставить неутепленную нержавеющую гильцу. Можно ли вести дымоходы непосредственно в теле газобетона? В принципе, обоснование такой возможности было сделано в 80-е годы, когда в Лензниепе была проведена работа по обоснованию того, что если у нас зафутирован дымоход на расстоянии не менее метра от топки, то дальнейшему стволу дымохода постоянная топка печи проблем не принесет. Однако, с тех пор сильно подешевели нержавеющие трубы, загильзовать дымоход проблемы я не вижу, поэтому настоятельно рекомендую дымоходы гильзовать. Гильза устраняет турбулентность, устраняет нарастание сажи и обеспечивает лучшую тягу при меньшем сечении. Поэтому набор кратких советов и потом к выводам. Советы. Вент-каналы могут быть проведены непосредственно в телегазобетонной кладке. Гильзы обеспечивают защиту от дурака и исключают воздухопроницаемость, но не являются обязательными. Гильзы могут быть пластиковыми, круглые и коробчатые, или оцинкованными. Это витые круглые оцинкованные воздуховоды или гнутые коробчатые. Металл строго не противоречит нормам пожарной безопасности, а пластиковые воздуховоды в некоторых случаях противоречат нормам пожарной безопасности. Зазор между гильзой и газобетоном нельзя заделывать раствором или клеем. Важное уточнение. Зазор между гильзой и газобетоном можно засыпать песком, можно засыпать перлитом, это лучше. И можно в случае с воздуховодами уплотнить негниющим материалом. Либо это будет какой-нибудь синтепон, синтепоноподобные, нетканые материалы, которые устранят ток воздуха и устранят вибрацию воздуховода. Дымоходы гильзовать надо, только нержавеющими трубами. Зазор можно оставлять без заделки, можно засыпать песком, либо перлитом, либо обматывать несгораемыми, сминаемыми материалами. В первую очередь минватой, либо асбестовыми полотнами. И вывод. Кирпичные вставки в газобетонную кладку с целью устройства в ней вентканалов столь же бессмысленны, как и кирпичный цоколь. Это обряд, лишенный какой бы то ни было функции. Дымоходные вентиляционные сборные блоки могут уменьшить трудозатраты на объекте в помощь строителю, а не конечному пользователю. При этом они увеличат затратность отделки на стыке разнородных материалов, в случае если этот стык попадет в интерьер. Вентканалы и дымоходы можно и оправданно вести непосредственно в теле газобетонной кладки. Вот такой краткий вывод из сегодняшнего рассказа о вентканалах и дымоходах. Поэтому добро пожаловать к нам, мы знаем о каменной кладке все и проектируем каменную кладку оптимальным образом. Ну а потом строим по созданным нами проектам. Спасибо большое за внимание и всего хорошего.